Итак, всем привет, с вами Довгай, мы продолжаем играть за Австрию под нашим Лебенфельсом И мы смогли победить Германию Теперь у нас войска расходятся по новым позициям Забивать её союзников Будем потом, скорее всего, высаживаться в Норвегию, там забирать Но по факту нам тут... Послушайте, мне казалось, Ирладия была великой державой, но почему-то перестала быть Это означает, что мне, походу, надо будет просто всех поодиночке капитулировать Это неприятная, конечно, новость для меня Ну, что мне поделать? Особо ничего, наверное Так вот, здесь на юге мы ситуацию стабилизировали Здесь всё ещё войска не обстреляны, поэтому ими я бы наступать не хотел На востоке здесь нормально, но всё равно тоже не хотел бы Я бы предпочёл вот эти войска, как они освободятся, переназначить на юг И ими уже вести наступление хорошими, которые повидали бои в Германии На юге всё-таки это вчерашние, так сказать, студенты Они ещё не готовы к бою, поэтому не будем их отрублять никуда Здесь войска сейчас перейдут в Прибалтику, будут в Прибалтику потихоньку пушить Здесь они потихоньку запушат в Бельгию А вот этот уже армейский корпус отправляется сюда Будем пушить в Украину и потом вот так вот сюда, в Румынию освобождать её И потом уже капитулировать Болгарию Здесь же войска пока что просто будут ожидать прибытия хороших потреблений с севера То есть эти два корпуса тоже, конечно же, на юг переправим, когда они закончат свою задачу Ну что ж, поехали И вот он, нападение к Германии Да и больше не может оказываться противлений Кайзер вместе с Кабинетом Министров, а также значительным количеством чиновников и видных генералов сбежал морем в африканские колонии А, кстати говоря, да, металя Африка-то не пала Кстати говоря, тут-то нацпопулисты правят В какую они к Германию сбежали? Такой вот А, ну вот этот, наверное, да Германская, хотя бы, кстати, это Вест Африка, всё ещё Хороший вопрос, где они? Ну, допустим Нужно теперь вот со всем этим разобраться На море мы тут, кстати говоря, очень солидно фармим У нас сейчас это скоро выкачается ещё Нам бы очень, конечно, хотелось бы вот тактику ему выкачать Ну и по возможности железняка Он тогда станет прям непобедимым Плот у нас перестал строиться, как я хотел Потому что все наши верфи были вот здесь, к сожалению Но мы ещё вернём Итак, я там сделал себе Ещё и к исследованию, это хорошо Но пойдём мы сейчас вот сюда, чтобы уже Сделать Великоавстрийский рейх И пока что берём этот фокус Он нам выставит поддержку войны, базовую На сотку, то есть по факту Он даст там плюс 70 поддержки войны Если я правильно понимаю, как этот фокус работает По-моему, это невероятно круто И вот здесь фокуска прибыли Можно ими переходить вот так, я считаю Хотя хотелось бы мне ещё сюда немножко авиации Забросить Кстати говоря, штурмовиков у меня неплохое количество Можно И вот отсюда, наверное, тоже стоит перебросить Часть авиации Пожалуй, вот сюда И на севере у меня планирование завершено Отправляем наши войска вот так вот Здесь тоже И опять-таки хочется мне авиацию сюда прислать Но у нас её не то, чтобы прям есть То есть как бы, ну Не хватает, не хватает однозначно авиации нам Ну что поделать Пока Линии производства наладятся Пока всё заполним Там уже будем Кайфовать Все говоря, красные у нас здесь везде точки Это мне не очень нравится А мне как Там российские войска Да Да, Россия взяла себе Литву Таким образом я только что Вступил в войну с Россией Чёрт, не будет у нас спокойного времени Ладно, значит нам нужно вот эти войска Быстрее атаковать Этими войсками Вот эти 6 дивизий я дообучаю А эти дивизии не будут атаковать более Мне нужно отходить Я думаю, вот сюда Мне очень хотелось бы вот эту провинцию забрать Пожалуй Да? А затем Здесь сделать оборонительный Вот такой вот рупеж, пожалуй И его уже защищать Чтобы он был под вот этим регионом Отлично воздушным И, блин Конечно Россия не вольняется с Украиной В теории она может сюда свои войска привезти А это значит, знаете что? Что нам на самом деле Нужно сейчас Болгарию выносить Чтобы освободить вот это всё И сделать хороший фронт здесь Чтобы потом идти этим же фронтом в Россию А значит нам нужно остановить вот это наступление Полностью Давайте-ка Войска пускай вот эти сюда Зайдут везде где надо Отлично А вот эту армию мы перебросим всё-таки Вот сюда Давайте где-то вот здесь попробуем Пройти прямо в Болгарию На самом деле у неё там не так много национальных территорий Достаточно просто вот здесь вот выбить Её победные очки Так что переправляем нашу хорошую армию Лучшую я бы сказал Потому что у неё генерал лучше И войска максимально обучены По центру И будем сейчас здесь пытаться пробиваться Итак, вот метон съесть Сто поддержки войны у нас теперь появилось И давайте-ка Или к австрийский рейх Про выглашаем Тогда там ещё куча национальных территорий И я так понимаю Немецких вот этих Мы за счёт этого ещё больше поднимем фабрик И военнообязанное население Господи, как же у нас Много людских ресурсов Слушайте, невероятно на факт Нас здесь вот начали атаковать И чуть ли не пробивать Да, где-то наши дивизии реально выбивают Ну, я готов здесь принять удар Ну да, это в основном российские войска атакуют Хотя, слушайте, вот здесь вот нет Ну, русскомонгольский Общевоинский союз О, господи И, ну, там нормальная армия на самом деле Господи, вот этот восточный блок Очень серьёзный Ну, что ж Ну, как я и сказал Болгария сейчас Остальное потом И начинаем атаку Мы уже вот здесь Наши дети Все там обучились Будем пробиваться Здесь же наша авиация Помогает В наступлении на Болгарию А, у нас Авианус Что это за флот? Это 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 немецкий флот, да? Я так понимаю Который мы захватили Да, масса Это немецкий Райн Майнц Майнц Хех Да, это флот Весь Германский Класс, конечно Только нам бы со всем этим что-то сделать Потому что Кораблей с нас слишком много Больше, чем нам, в принципе, было нужно На самом деле Кстати говоря, у нас Адмирал Хорти Всё ещё остаётся Здесь вот в адмиралах Я предполагаю, что его должны были повесить за измену Не знаю Почему он ещё здесь И я предполагал, он ещё был у нас Когда Хорти командовал вот здесь вот гарнизоном Видимо, что-то они здесь забыли сделать Самое главное, что здесь на этих авианосах сразу флот есть О, точнее, авиация есть И нам не нужно их заполнять 12 миллионов мэн пауэра у нас теперь после фокуса на Германию Эх, прекрасно И мы успешно пробиваемся здесь в Болгарию В то время как здесь войска удерживают линию фронта Хорошо так В принципе, можно и попробовать подкушать Немножечко Почему бы нет Также, я думаю, можно вот эти флоты разделить на рейды Тоже отправить их Какому бы нет Ух, наш, конечно, флот сейчас невероятно Невероятно огромный, я бы сказал А игры ещё он тоже потребляет какое-то невероятное количество Ладно, вот это на рейды слишком расточительно по топливу будет Это мы делать не будем Нам нужно здесь убивать территорию Конечно, да, они не обучены Но, быть, у нас не сильно лучше войска находятся И мы потихоньку заходим в Болгарию После капитуляции можно будет думать насчёт действий на востоке Здесь, кстати говоря, тоже мы успешно справляемся Бельгия сейчас должна капитулировать Так и есть фландрия волоня, точнее, не Бельгия Ну и вот тоже забираем Почему нет Больше лучше, как говорится В нашей ситуации, по крайней мере Так что, да Так, Болгаря почти капнула Нас там типа сзади окружили Но в целом нам на самом деле всё ещё плевать Нам главное эти точки добить Да И Болгаря капает, освобождая все оставшиеся территории И дарит нам свой флот Как щедро с их стороны А эта опытная армия теперь занимает Южный фронт Вот здесь вот И готовится к наступлению теперь Итак, наша армия здесь вот сменяется И сейчас вот это мы отсюда убираем Управляем чуть-чуть домой Чтобы они все доучились Даже как вот эти, они здесь разобрались С микровойсками союзников Болгарии Здесь Управляем сюда и буду сейчас доучиваться Супер Потому что мы никуда вообще не спешим У нас есть ещё и резервы вот здесь вот Я бы ещё, наверное Резервы тоже обучил Ещё одну армию на всякий случай Пускай будет И очень не спеша мы формируем наши танковые дивизии И мы можем, кстати говоря, нажать общую мобилизацию Потому что, ну, чего нет Мы тут занимаемся ремонтами И в целом меня это устроит На данное время Хотя мы очень скоро это закончим Потом уже будем, наверное, дальше просто военные заводы Продолжать строить И меня сейчас нереально затролли Румыния взяла И стала независимой Почему? Что? Как? Да, вот так Пайзер Шизо Взяли просто какой-то Фокус нажали случайно И стали независимой И вступили в союз с Бразилией И Священным Королевством Кентерпи Где это вообще? Это Британия Возрождение веселой Англии Что происходит? Понятия не имею И они воюют С Россией, кстати говоря В общем, это общий противник Только Вот этот бред мне не нравится, конечно Так, я думаю, вы меня простите Если я возьму и замаринчу ее обратно Потому что Ну, это что-то сломалось Надо это исправить Ну да, а то они начали вот так вот терять войска Тереть, точнее, территорию Блин, ну Какой-то бред произошел Полный Ну, ладно Мы пофиксили А, ну, кстати говоря, теперь генерал Мастер стабжения И у нее еще есть док-припасы Которые мы никогда же не нажмем Потому что это кнопка фельдмаршала Только если отделять все армии от него И добавляем в нашей дивизии РСЗО Но даст нам прорыва Хотя, кстати говоря, маловато Я жал, что будет побольше Но допустим Может там потом станет побольше прорыва Девчонки здесь дейтон дала совсем пыль Странно, но допустим, ладно В любом случае нам нужно зарегистрироваться в артиллерии Потому что это куча атаки А у нас как раз-таки вторая доктрина Вот Единственное, конечно, это время займет некоторое Как и в пополнении всего, чего у нас на данный момент не хватает Но я думаю, мы справимся И наша авиация уже готовится На агрессивные миссии И я думаю, пора нам наступать на восток Напоминаю, это они на нас топали Это они решили поддержать прибалтийские вот эти государства Которые были с Германией Подумав, что мы не сможем там пробиться Но нет У нас, кстати говоря, вот здесь стоит радар Вот здесь вот сейчас достраивается радар Мы пятого левела их поставили Потом еще когда-нибудь шестого поставили Но в целом, мы видите, покрывать будем большую часть Честно говоря, западной России И вот здесь вот потом большую часть В принципе, западной Европы Мы всю западную Европу, считайте, покрываем В Испании, кстати, все еще идет война К тому же деды воюют друг с другом Молодых вообще не осталось Три завода здесь, четыре завода здесь Они просто до последнего воюют деда в стране Ну что ж, ладно А мы идем на восток И, слушайте, ну, неплохо Хотя вот здесь вот я вижу, нам немножко авиации бы еще добавить Если бы, что я видите, вообще почти нету А здесь прям, прям весилово Так что да Но, несмотря на это, мы вроде как пробиваемся Хотя Не слишком весело Здесь я тоже еще одну резервную армию начал тренить И вот это тоже потом скоро начнем Вроде как успешно мы пробиваемся У нас все еще какие-какие минусы есть Но, я думаю, уже не такие существенные И я, кстати говоря, делаю огнеметные танки Они тоже будут в наших финальных танковых дивизиях Которые, я не знаю, наверное, против Антанты, что ли, поставим уже Потому что, ну, в целом у нас не то, чтобы соперники какие-то еще есть Антанты движутся к возвращению Европы Бросканалон О, священном королевство Кенверли Кентербери Пивела войну Антанто Сейчас посмотрим, что там с этим Получится Рассекцы, говорят, тоже пивела войну А, ну, в России как раз вот из Румынии Блин, вот это, конечно, неудачно получилось Какие-то скрипты сломались Но такое периодически в этом моде бывает Но войну уже я не смогу Это как бы развернуть Но я не думаю, что это сильно важно Кстати говоря, смотрите, как синтетика у них хороша Ну, попробовать потом, может, и Британия в каком-нибудь Такое интересное пойти поиграть В любом случае, нам еще с Амтантой подвоевать И вот вопрос Вопрос такой А насколько сложно нам будет с ними воевать? Нам нужно будет Австралию, Индию, Канаду И Францию, Францию и Панаму Капитулирует еще иродезию, господи Это может занять некоторое время Кстати Я вижу, что здесь Вот здесь победительство, господи, наци популисты Жесть А здесь ситикалисты просто Побеждают уже Очень жесткая жесть А мы уже в Украине, на Киеве Ну и потихоньку, потихоньку движемся на восток Но, блин, вот видите, в Рибалтике прям Прям очень неудачно Поэтому давайте мы остановимся просто И дождемся большего присутствия в воздухе А у нас новые самолеты Поступают на производство И через некоторое время будут уже в воздухе сражаться с российскими самолетами Мы сыграли здесь в Болотном Подходим и замедляемся здесь Здесь в Украине же все нормально, потому что здесь нет русских войск Тут все-таки, согласитесь По 200 дивизий здесь Где-то тридцатка Здесь, конечно, мы можем пропушить И чувствую, что пока мы не сделаем зеленый воздух Нам надо будет остановиться Не знаю, что я хотел бы сделать Так, это объединить вот эти фронты По простой причине Чтобы я мог сделать фельдмаршаловский фронт Те говоря, у нас вот эти генералы, да, свободно уже Они полностью обучены Поэтому, тем более, я хочу сделать один большой фронт фельдмаршала И с ним пушить Но можно пока просто вот здесь вот локально сюда Попробовать пробиться к... Не все вот это и вот Благо в этом моде с нефтью проблем нету Здесь поставщиков нести миллион Только выбирай, кого хочешь О, мне нравится этот фокус Каждый регион владения получает одну инфраструктуру Звучит очень сильно Вот и Украина капнула Забираем полностью ее территорию и флот Теперь мы остаемся почти один на один с восточным блоком Но на самом деле московским фактом, если быть точным На самом деле здесь все еще есть Финляндия, Норвегия и Палтийское государство Все еще они тоже дефаются Ну, я думаю, мы справимся Норвегия капнула Вот это немного неожиданно было А, ну ее захватила Швеция, которая, кстати говоря, тоже появится в России Интересное развитие событий Смотрите-ка, выездка чья это? Британская выездка во Францию В Британии это строн, походу Слушайте, ну да Хотя у Франции куча промышленности Но почему-то они все равно не могут справиться У нее еще и союзников куча, а Британия как бы, ну, союзники не самые сильные, объективно говоря Очень интересное развитие событий Все это время Россия же воюет с Японией, если что И, блин, она набрала классную промышленность Я думаю, потому что она мобилизована была так долго Но они уже... А, там все уже взрослые проходят службу Так что, да, так что не сильно они-то и... Что-то смогут сделать Они очень много уже пропускают и строительство, и объема Но ничего Для нас это только хорошо Они сейчас еще и атакуют в нас, пока мы набираем воздушное превосходство Так что, тем более, отлично Лиссабон пал под Британией Слушайте Британия прям... прям реально сильна Она и Португалию, и Францию одновременно Прям уважение иишки Ну-ка, и мы сейчас сделаем то, о чем я и говорил Сейчас попробуем фильмаршалом сделать Да У нас получается, а, кстати говоря, у нас здесь ушат Хотя, в принципе, у нас и так все окей Как будто, да У меня эти приказы тоже устраивают Так что, наверное, пока не будем Но фронт мы хотя бы объединили Нас очень активно атакуют И на самом деле я прям этому рад, опять-таки Потому что в защите наши войска еще страшнее У нас такого прорыва нету, как защиты Потому что, ну, прорыв у нас всего лишь 80 Защита 430, а так и там, и там огромная просто Так что мы просто, ну, испепеляем все дивизии В общем, в прямом смысле И в некоторых ситуациях, потому что у нас реактивная остеллерия И знаете, на их вот эти вот 750 тысяч Под все образы уходят в службу Так смешно смотреть С моими ограниченными призывами В 14 миллионов Ну да, неплохо И накапнули Ну-ка, от шведов тоже? Да, от шведов Шведы тоже стронг, слушайте Красиво, красиво Нам остается только балтийская герцога То есть, ну, надо только вот восток забрать и все Не нужно никуда высаживаться Мне это нравится И да, Британия забрала Португалию И скоро заберет полностью Бельгию Появилась в Америке нация ислама Просто, не знаете, уровень шизы в этом моде В этой партии конкретно Растет просто, ну, не знаю С каждым часом, с каждым месяцем игры И нас здесь попробовали пробить и окружить Я так понимаю, или что? Но сейчас, я думаю, я сам их окружу В такой ситуации Ну да, вроде как успешно у нас все получается в этом плане И прорыв российский заканчивается очень неудачно у нас Они не перестают Просто, если говоря, у них много артиллерии различной Здесь, ну, именно вот эти вот орудия Железнодорожные И, наверное, знаете, что? Наверное, вот это вот число Это они все еще мобилизируются Потому что оно растет Но, тем не менее, у нас Просто Ну, фронт хоть и пуртится немножко в нас в сторону Но размениться им просто безумно выгодно Два с половиной миллиона уже потерь От нас два миллиона просто Там, да, там поминки Ну и что ж, я думаю Ну, сегодня, кстати говоря, чуть-чуть территорию отдали Но я вот даже решил татуармию, которая у нас в резерве была Сюда назначить по этому поводу И славным мыем И, пожалуй, давайте начинаем новую стадию атаки У нас воздух вроде как плюс-минус есть Можно атаковать И все зеленое Как прекрасно на это смотреть Новая стадия нашего наступления И она очень успешна Я вот сейчас задумался Как же Польша здесь неудобно находится Что мы вот здесь вот не можем нормально, да, наши войска тусовать Так что надо точно Польшу убирать И, наверное, Нидерланды какие-нибудь вот здесь вот тоже У нас все-все вот с тополем, господи Это ж оно А нет, все нормально Я подумал, что оно не даст нам нажать эту кнопку Потому что Украина Да, господи, это у меня просто стабильность Но срочно нужна марионетка Украина Потому что я помню, что если ей дать, тогда все нормально А если нет, тогда это будет просто бесконечный цикл минус стабильности И минус поддержки войны я чувствую Да, я уже наполучал Подождите, это дает минус два с половиной То есть я где-то двадцать два с половиной Поддержки войны потерял Все это время, походу Какой ужас О, мы можем создать священную Римскую империю Почему бы нет? Получить еще больше национальных территорий Меня, конечно же, радует И Балтийская герцога наконец-таки капнула Я уже даже не буду брать фут Потому что у меня так его хватает А мы продолжаем наступать Ну и слушайте, у нас пока все отлично уже Три, три потери Я так понимаю, там все закончилось Российская империя на добровольцев перешла А? Я посчитал, что у них хватает людей или что? Счастра, у нас, кстати говоря, там По теории должно быть решение Судьба Латвии Лояльную Латвию У нас все это должно быть решение Что это за вопрос? Если я прав, голос у американцев Против Американцы, кстати говоря, тут объединяются Точнее, как заканчивают эту войну почти что Синдикаты скоро закончат, я думаю Они очень сильные Итак, я помню, что на Германии точно есть решение о перемирии Но, видимо, у нас не будет его Мы будем до конца воевать Надеюсь, что нет, но судя по всему, да Москву вот мы забираем Падение Москвы Сердце страны Российской империи теперь наше Кто не уходит в столицу? Не Волгоград Не туда В Екатеринбург Окей Хорошо Тогда ты сюда Ты сюда Тут привожденные ораторы, да? Отлично Значит, вы тут занимаетесь пропагандой Пойду, пора прекращать Давайте-ка Оп Отлично Поддержку войны надо снижать Ну, я думаю, на этой стадии я уже точно сделаю вот так Фельмаршалским приказом буду просто идти на восток Потому что, ну, здесь уже, ну, точно Никакая обратность не требуется И у меня крашнулась игра И я надеюсь, что сейчас краше не будет Вот где-то в этом месяце она крашена Потому что у меня автосейф был 1 января Мы заново берем Москву И я надеюсь, что не краснется, но страшно У нас, если говоря, появилась Шведская Финляндия Может, с ней что-то связанное было Не знаю Но на всякий случай давайте этот месяц пройдем до конца заново Может, где-то что-то еще происходит Типа в США Может, здесь тоже у них почему-то перемирие в данный момент Ну и нет, вроде как месяц оканчивается нормально Ладно, кайзерши за... Я уж думал, неужели партия опять закончится Было бы очень обидно Так, все хорошо, да Тем временем там итальянцы начали с британцами меситься Британцы все замешивают больше и больше людей Это выглядит забавно Я вообще не против, если они все его захватят А потом я просто одним ударом в Британию Капнут сразу все Звучало бы нормально Там, кстати говоря, Турция пала против Британии? Жесть, Британия какой-то гигачат нереальный просто Смотрите, она здесь капнула, здесь капнула, здесь капнула Сейчас еще и здесь что-то будет воевать Хотя, конечно, без нас, наверное, было бы сражением, что Россия бы сопротивлялась же еще И у меня еще два раза вылетела игра Видимо, в этот раз что-то может произойти вот здесь По-моему, после капитуляции здесь чего-то Как будто оно крашит, не знаю Сейчас еще раз должи разойдут Может после этого что-то А, ну вот оно, собственно говоря, и произошло Так что, как говорится, увы Но из-за краша мода придется закончить партию Так что, ребят, с вами был Лубг Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны К сожалению, мы закончим вот так партию Да Мы будем поставить Священную Римскую Империю Нам оставалось еще с Британией, наверное, подраться И после этого мы бы полностью контролировали всю Европу Ну и, я думаю, в Азию, в Америку мы бы не поехали Все-таки мы Священная Римская Империя Мы Европейская Империя, верно? Машет максимум поход был бы какой-нибудь за Иерусалимом Полтонас огромный просто, невообразимый Так что, да, Британию мы бы точно покорили Но все это останется лишь в наших мечтах и фантазиях От вас я, как обычно, жду в комментариях, лайках И вступление, конечно же, в группу Дискорда До скорых встреч, всем пока